Уважаемые участники совещания, прежде чем обсудить проблемы в таком кругу, я имею ввиду, присутствуют наши губернаторы, хотел бы просто два практических, но очень важных вопроса затронуть. Первый вопрос, который касается всей страны и прежде всего губернаторов, всех касается правительства, это окончание уборочных работ. Уборочная кампания у нас закончится, когда последний плуг уйдет с поля, и вы поднимите зябь на 100%. И предупреждаю всех губернаторов от попыток что-то там в статистике не то, чтобы приукрасить, а из одной графы перенести в другую. Я вас категорически предупреждаю, здесь у вас ничего не получится. Все, что мы должны вспахать в зиму, то, что называется зябьем, вы это, пожалуйста, сделайте. Я особо предупреждаю Восток, Гомельскую, где руководит областью губернатор, вчерашний министр, Могилевскую область, которой руководит совсем недавно занимавший высокий пост в центре, хорошо знающий сельское хозяйство, и Витебскую область, который, по-моему, немножко подрасслабился. Значит, имейте в виду, губернаторы, головой ответите за эти направления работы. Это касается всех, ну просто я вижу, что у вас какая-то расслабуха на Востоке наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас, видите ли, такая-сякая, или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший. Если вы этого не понимаете, я очень сожалею. В свое время я вам еще раз напомню, почему с моей стороны идет такое давление и спрос. Скажу кратко, не хотите воевать с оружием, боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь еще раз, повторяю. Второй вопрос. Ценообразование. Вчера я предупредил вице-премьера правительства, первого вице-премьера, который головой за это отвечает. Была поставлена задача по выработке мер контроля и регулирования цен. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю, никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен речи не шло. Если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько жира. Ну может вот столько, но он жир этот есть, и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех, и бизнесменов, предпринимателей, и государственной формы собственности руководителей. Жира хватало. Вы слышали, как всплеснуло в правительстве в феврале месяце, и этот всплеск так и остался. И к этому всплеску добавили еще в рост цен, что еще надо. Поэтому, как человек земной, я это прекрасно все понимаю. И мое решение до сегодняшнего дня, не трогать цены, не прикасаться даже рукой, было продуманным и обоснованным. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул. Кое-кто испугался, потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех производителей, оптовиков и розничной торговли. Всех касается. Но это не значит, что цены остановлены, и завтра они расти не будут. Вот если мы в тупую их заморозим, то действительно, прежде всего, по кофе, бананам, еще по чем-то, в первом приближении цены вырастут. Потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это небольшой страх. Кто любит кофе, пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал, ну извините, я могу предложить молоко, чай. Ничего, я кофе не пью и жив-здоров. Хотите, я не против, надо. Кто-то хочет курить. Курите, ради Бога, я не курящий человек. Если табак подорожает, ну, и то, и кофе, и табак, и бананы. Рост цен на импорт тоже будет контролируемым. Я надеюсь. Такая правительственная задача поставлена. Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит, мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплашешь. Взятку дашь. Упаси вас Господь. Ни на импорт, ни на наши товары никаких бонусов быть не должно. В основу концепции контроля и регулирования цен, регулирование, если можно и нужно, должно быть положено. Что, Николай Геннадьевич? Справедливость должна быть, а не себестоимость положена. Простите. Полдня я тебе вчера вбивал голову, ты мне сразу ответил. Справедливость сегодня, себестоимость. Ну, я в экономике уже вчера. Да, да, да. Только в экономике такого понятия нет справедливости. Я вчера тебе говорил, такой категории нет. Но в жизни людей, в головах людей, справедливость всегда должна присутствовать. А себестоимость, ты прав в том плане, что если вы хотите быть богаче, сокращайте себестоимость. Когда я смотрю 270 тысяч рублей, один, второй, третий богачи, которые там создали какую-то сеть, в месяц получают, сидя в Италии. А контролер-кассир у него в магазине сколько получает? От 700 до 1000 рублей. А тут 270 раз. Какие могут быть убеждения и разговоры? Где эта справедливость? Почему такая разбежка? Мы же ограничили на госпредприятиях. Если средняя зарплата на заводе 1000 долларов, руководитель не может получить больше 6000. Ну ладно, в 6 раз от средней зарплаты, а здесь же в 200 раз. Они оформляли премии от прибыли, а не заработную плату. Слушайте, я вам расскажу, как было у меня. Я зарплату получал по алфавиту, моя фамилия стояла вместе с рабочими крестьянами. И человек видел, вот директор получает зарплату, а вот я. В этом основа. Что сегодня, директора нищие? Далеко нет. Они живут не хуже вас. На госпредприятиях, а на частных предприятиях вы видите, что происходит. Поэтому в основе должна быть справедливость. Если вы с губернаторами решите, что цены надо подвинуть доход 10 раз, чтобы они на полках эти были товары. Двигайте, но я буду знать, что Снапков и губернатор за это несут ответственность. Они под этим подписались. Мы же сегодня вообще не контролируем этот процесс. Ходим толпой. Депутаты, профсоюзы. И пошли, поехали в комитет госконтроля. Толпами, толпами. Не надо толпами ходить. Надо выработать систему. Один раз в магазин зашел, глянул, показалось вам, что цена выросла. А ну-ка иди сюда, покажи накладную. Откуда, где, что? И пошли разборки. А если надо где-то повысить цену? Слушайте, это исключительный случай. Давайте повысим. Если еще что-то всплеснет, ну тогда мы на уровне президента соберемся и будем всплескиваться. Я почему это говорю? Потому что я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить. Ах, на паузу экономику поставили. Какая экономика на паузе поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно. Ты пришел торговлю работать? Работай, приветствую. Мы тебе помогали, мы тебе землю дали, мы тебе кредиты дали, чтобы построить предприятие. Ты взял людей, принял на работу. Ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытке тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, ну парень, тогда нам не с тобой. Вот такой должен быть подход. Эти уже бюргеры из-за границы звонят, дают команду. Вы тут смотрите, это же там президент не такие решения принял. Они уже начинают продавцов обычных настраивать против власти. Это уже органы власти, соответствующую команду получили. Еще раз подчеркиваю, речь не идет о том, чтобы заморозить и сидеть, руки сложив, а потом кивнуть на кого-то. Нет. Мы должны это взять под контроль. Новый товар? Дай Бог, чтобы его было больше. Но разделить, как я говорил, дохлую курицу пополам и сказать, что это новый товар, так не будет. Поэтому новый товар, это новое потребительское качество. Это, видите ли, взвыли. Не то решение принято. Отступление быть не может. Но не дай Бог, я вчера тебе говорил, не дай Бог, будет принято какое-то куция непонятное спустя рукова решения. Ты в правительстве за это отвечаешь. Прежде всего, что пропишешь губернаторам, депутатам, профсоюзам и сенаторам, то и будет. Поэтому вот уборка урожая окончательно, нужно мобилизоваться. У нас на некоторых предприятиях, сельхоз, говорят, а у нас выходной с середины пятницы до середины понедельника, три дня считай, у них в Витебске выходной. А зиму я не досеял, а у них выходной. Зимой будем отдыхать. Вот отсюда цены, Николай Геннадьевич, от бардака, который загоняет стоимость товара, и цены растут бешено. Меньше будет бардака, больше организованности, будет больше толку. Шевельнул за этот год и в прошлом году, начиная с зяби. Так сегодня уже в сельском хозяйстве не говорят, что нам надо зерна побольше. А Исааченко уже говорит, ну, мужики, может быть и хватит уже зерна. Давайте силоса с кукурузы положим больше. Я уже начинаю сдерживать там туда-сюда, не умешивайтесь, пусть предприятия решат. Но видите, как уже рассуждать начали. Уже зерна хватает. Надо грубых кормов побольше, сочных там, травянистых и прочее. Правильный подход. Так это же мы на 50% только организовались. Добавьте еще 50% и мы перестанем датировать сельское хозяйство. Слушайте, какие санкции? Какие в Беларуси санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать. Россия все поглотит. За исключением двух-трех позиций. Ну, так эти две-три позиции возьмите под контроль. Все остальное продается со свистом и на экспорту цены бешеные. Почему вы все туда и рветесь? Но не забывайте, что мы должны накормить своих 10 миллионов. И 2 миллиона гостей, которые к нам приезжают. Другой вариант. Война. Поверьте мне. Я не могу за всеми бегать и уговаривать. Делайте добросовестно свое дело. Все остальное мое. И мы никогда воевать не будем. Присаживайтесь. В феврале текущего года состоялся референдум. На нем народ определил пути дальнейшего развития белорусского государства. Для нас с вами эти решения референдума фундаментальны. Стратегические направления, по которым необходимо работать. Решение поставленных задач требует построения надлежащей правовой основы. В первую очередь следует определить порядок формирования деятельности нового органа власти Всебелорусского народного собрания. И скорректировать, во-вторых, избирательное законодательство. Соответствующие законопроекты, вот они у меня на столе. Но, опять же, как меня информируют, отдельные положения этих законопроектов вызвали серьезнейшие дискуссии. Ряд принципиально новых наработок мы сегодня обсудим. Начнем с проекта Всебелорусском народном собрании. Напоминаю, что этот закон необходимо принять не позднее марта будущего года. Времени, как видите, на раскачку практически нет. ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и нашего общества. Вместе толокой можно преодолеть любые препятствия, найти выходы из самой сложной ситуации. При этом хочу подчеркнуть, что Всебелорусское народное собрание, делегаты, работают на общественных началах. Люди там не задействованы как депутаты палаты представителей на постоянной основе. Это их не основная работа. Поэтому не надо вопить и кричать, что мы тут огромные деньги будем тратить на ВНС. Это собрание опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы. То есть нам легче будет работать, если это толока, там 1200 или сколько вы предлагаете человек, соберутся представители оттуда, снизу, которые видят цены в магазинах, которые гайки крутят и хлеб высевают. И примут решение, в каком направлении двигаться. Поэтому в ВНС должны быть не только полномочия, которые мы определили Конституцией, но и, возможно, какие-то другие. Основной закон это позволяет. Но это не значит, что мы там должны расширяться. И Всебелорусское народное собрание будет не только пересекать какие-то полномочия президента, парламента, судебной власти и так далее, но еще хуже мешать будет им работать. Этого быть не должно. ВНС должно заниматься своими вопросами, теми вопросами, которые не будут входить в компетенцию других органов власти. Оно наверху, как народное вече, обсудили, приняли решение по определенным вопросам, по определенным вопросам порекомендовали, покритиковали и разошлись. Все остальные, как и сегодня, решают свои повседневные вопросы. Нужно обеспечить непрерывную работоспособность собрания без создания громоздкого административного аппарата. Это ни в коем случае не будет. Это я гарантирую. В законе ОВНС следует разложить по полочкам многие вопросы. Компетенцию, механизм образования самого ОВНС, как мы будем этих делегатов избирать, состав делегатов, требования, которые к ним предъявляются. В свою очередь, порядок избрания делегатов будет детально прописан в самом избирательном кодексе. К обновлению избирательного кодекса мы должны подойти системно и грамотно. Это важнейший законодательный акт, по которому осуществляются электоральные процессы в стране, начиная от республиканских референдумов, ну и, наверное, заканчивая сельскими советами. В данном документе все должно быть понятно для избирателей и для членов комиссии. Потребность в изменении кодекса назревала постепенно на протяжении нескольких лет. Но сейчас сама жизнь заставляет нас оперативно работать и ускоряться. Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы. Вы знаете, что у нас единый день голосования. И советы, по-моему, мы будем избирать все по вертикали в этот день. Поэтому это действительно масштабная кампания. В течение короткого времени необходимо избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики и выдвинуть делегатов на Всебелорусское народное собрание. Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации. Да и еще вовремя убирать, пахать не хотим и цены контролировать. Чтобы люди видели, что мы государство для народа. Ну, так давайте будем для народа. Сегодня надо ответить на вопрос, чего не хватает в этом плане. Готовы ли мы к работе по новым правилам? Достаточно ли мер, позволяющих противодействовать попыткам дезорганизации выборов? К этому готовиться. И готовиться уже не просто, чтобы выйти в коротких юбчонках с разрезом до пояса, цветочками помыхать. Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все, вот это проблема. Вот Лукашенко народ запугать хочет. Да наоборот. Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит. Почти на 100% открыто. А народ пусть потом принимает решение. Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, вот пусть слушают и принимают решение. Хотите через беду пройти? Пожалуйста. Знамя в руки идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно? Чтобы тепло в доме было? Чтобы газ, нефть и прочее было? Чтобы было утром и вечером что-то перекусить, поесть? Одеться во что-то. Если вы этого хотите, это тоже вариант. Тогда зубы сжали и вперед. Делайте то, что я вам говорю. Уважаемый Александр Григорьевич, предлагаемое законодательное закрепление института ВНС – это наш национальный уникальный правовой опыт, имеющий при этом, как вы, уважаемый Александр Григорьевич, сказали, исторический прообраз. И обкатанный годами. Это наше, да, наше, но мы это уже испробовали, ну, десятилетиями. 96-го. 96-го года. Поэтому при подготовке законопроекта с учетом такой исторической и законодательной базы решались три основных задачи. Первая задача – закрепить такой механизм формирования ВНС, который бы обеспечивал, с одной стороны, авторитет, профессионализм и эффективность работы делегатов ВНС. С другой – легитимность собрания, при этом порядок избрания делегатов от местных советов депутатов и гражданского общества должен быть максимально простым – исключить сложные многоступенчатые процедуры, чтобы лишний раз не вовлекать ЦИК и суды в рассмотрение жалоб. Еще на стадии работы Конституционной комиссии был определен подход – не превращать формирование ВНС в еще одну электоральную кампанию. Вторая задача – определить порядок реализации конкретных конституционных полномочий ВНС, установив именно в законе рассмотрение судьбоносных для страны решений, начиная от инициирования проведения республиканских референдумов до объявления и введения чрезвычайного или военного положения. Третья задача – сформировать компактную структуру органов ВНС, четко определить полномочия председателя, функции президиума, чтобы они не пересекались с компетенцией собрания и не подменяли его. В итоге, с учетом наделения собрания, стратегически важными в сегодняшней непростой обстановке полномочия, ключевым, и я думаю, это на сегодняшний день очевидно, самым обсуждаемым еще в ходе конституционной реформы, являлся вопрос формирования ВНС. Поэтому я остановлюсь на этом важнейшем вопросе детально. Проектом закона предлагается, исходя из принципов деятельности ВНС, народовластия, демократичность, формировать собрания на паритетной основе. Что это значит? Это значит, что одну часть собрания будут составлять так называемые делегаты по должности. Это президент Республики Беларусь, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, представители исполнительной власти, представители судебной власти, а всего по должности 440 делегатов. Следующая часть делегатов ВНС составит представители местных советов депутатов. Это делегаты, избираемые областными советами депутатов из числа депутатов местных советов областного, базового и первичного уровня. То есть будет охвачена вся вертикаль. Депутаты Мингорсовета в полном составе. Такой подход обусловлен необходимостью оптимального и паритетного с областями представительства от города Минска, где почти 2 миллиона жителей. Что касается норм представительства от местных советов депутатов, то их определит ЦИК, исходя из численности избирателей, проживающих на территории соответствующей области. В целом, предлагаемая предельная численность делегатов от местных советов депутатов – 350 человек. Еще одна часть делегатов – это представители гражданского общества. Они будут избираться высшими органами субъектов гражданского общества из числа членов с обеспечением представительства от каждой области и города Минска. При этом право выдвижения кандидатов в делегаты будут иметь организационные структуры каждого субъекта гражданского общества. Предлагается простой и, на наш взгляд, справедливый принцип избрания, то есть равное количество делегатов от каждого субъекта гражданского общества. Его определит ЦИК с учетом предельной численности делегатов от гражданского общества – 400 человек. В итоге в составе ВНС будет 1190 делегатов, по Конституции предельная численность – 1200 человек. Полагаем, что по составу представительства такое обеспечит принятие собранием и его рабочими органами профессиональных, качественных и взвешенных решений.